добрый день друзья сегодня у нас 7 марта мы находимся в рублевском сквере пред андроневским монастырем вот памятник русскому иконописцу иноку андрею рублеву еще остались такие памятники говорящие о нашем былом хорошем светлом прошлом о нашей истории и таких славных личностях как инок андрей рублев русский иконописец здесь небольшой сквер который по памятнику и называется рублевским сквером недалеко от памятника андрею рублеву находится его творение копия иконы святая троица три ангела юноши которые были явлены пророку аврааму он их принимал угощал это прообраз самой святой троицы инок андрей по благословению написал эту икону которая является образцом наверное самым значимым образцом древней русской живописи иконописи пресвятая троица помилуй нас сейчас мы подходим к монастырю андрониевский монастырь монастырь крепость с бойницами старинными со старинными стенами башнями такой небольшой форпост и в духовном смысле и в военном смысле большие мощные стены сейчас здесь центральный музей древней русской культуры и искусства имени андрея рублева все старинные памятник архитектуры спас андронников монастырь основан около 1360 года охраняется государством что-то плохо и государство охраняет уже стены подъелись а влагой кровли позагнивали входим на территорию монастыря территория была важна брусчаткой в стиле как на красной площади снимем немножко карту территории музея церковь архангела михаила собор спаса нерукотворного спасский собор андронникова монастыря этот собор расписал андрей рублев со своим другом иноком даниилом черным андрей рублев кстати здесь и похоронен в этом соборе очень необычная деревянная наземная колокольня первый раз такое вижу наверно она по старинному образцу сделала раньше за неимением больших колокольня она были такие маленькие наземные зато ее можно будет перевести на вошадях собор архангела михаила с трапезной внутри собора погребены бояре лопухины их попечительством и строился этот монастырь но он нуждается очень серьезной реконструкции надо это сохранить для потомков почему-то государство хоть и повешивая таблички охраняется государством памяти к архитектуре но внимание не уделяет достаточного даже монастыри у нас все являются источником чего-то обогащения монастырские ворота через которые въезжали цари князья бояре и многие многие русские люди что посетить андрой никого монастырь вот сегодня мы прикоснулись немножко к русской старине к русской культуре к русской истории благодарю всех за внимание подписываться на мой канал всем удачи и здоровья спасибо 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 спасибо